Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте StarTable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео по обновлению StarTable Online. Посмотрим, что нам добавили на прошлой неделе на вестернский лагерь, и также поговорим о том, что добавили уже на этой неделе, какие изменения, новые вещи. Ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе и следующем месяце. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Гарри привез нам новых питомцев на прошлой неделе. Это две курочки, одна которая рыженькая, ее зовут самородок, а другая белоснежная курочка, по-моему, зовется охотницей за золото. Сейчас не вспомню, она у меня немножко на другой лошади. Каждая такая курочка стоит 3333 золотых самородка. И у вас как раз осталась последняя возможность очень быстро собрать нужное количество для их покупки. Ведь также на обновление этой недели был добавлен двойной бонус на получение золота со золотых жил. Так что если теперь вы видите золотые камушки, не пропускайте их мимо. Обязательно собирайте золото, вы получите аж в двойном объеме и сможете накопить на данных курочек намного быстрее, чем было до этого. Также на прошлой неделе нам добавили больше вариантов снаряжения, расцветок в магазины для жетончиков и также в магазин для уже обычных наших валют старкоинцев и шиллингов. И опять же, если вам нравится что-то из этих комплектов, то успейте это купить до обновления в среду, ведь сразу после обновления летний лагерь Вестон покинет Юрвик вплоть до следующего года. Пляжная гонка круглый год. Нам на пляж около Форт Пинта добавили постоянную гонку, которая раньше была только во время пляжного фестиваля, но его отменили. Насколько я понимаю, теперь он больше не будет проходить, но Тайсона нам поставили теперь всегда на постоянку, где вы сможете пройти гонку и получить за нее не только награды в виде шиллингов и опыта лошади, но и репутации Форта Пинта. Хочу сказать, что очень грустна та ситуация, которой поддерживаются разработчики, а именно удаление классных праздников, которые всем нравились, которые знали старички игры, а новички тоже знакомились с этим праздником. И это было очень интересно и классно. Но сейчас они почему-то убирают такие праздники, которые имеют большую популярность ради внедрения новых систем. К примеру, летний лагерь Вестерн стал новым шагом в направлении и введении новой системы праздников. Вот возможно, правда, в будущем нам добавят обратно такие праздники, как День Святого Валентина, именно Пасха в нормальном виде, какой она была раньше. И там уже тоже будет добавлена вот эта новая система. Ну а пляжный праздник, я думаю, в принципе, уже никогда не вернется. Хотя очень жалко, мне очень нравилась эта тема с запуском фонариков. Именно вот летний пляжный такой праздник, атмосфера. И это очень грустно на самом деле. Ну возможно, кто-то даже не заметит уход таких мероприятий. Ну а я лично буду очень сильно по нему скучать. Ну а теперь поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе и в течение всего следующего месяца. Больше Вестерна с лошадьми Юрвика ждет нас на следующей неделе, так как возвращается Гильермо. И в данной гонке будут участвовать Аполлозы, Теннисийские прогулочные лошади и Мустанга. Не удивляйтесь, вы ничего не пропустили. Мустанга на следующей неделе еще не будет. А вот через неделю 9 августа ждите непокорных духом Мустангов. Их привезут аж, по-моему, 8 мастей. Это будут уже Мустанги третьего поколения. В связи с этим ждите также снижение цен на старых Мустангов второго поколения. И готовьте свои денюжки, так как я уверена, многие захотят себе хотя бы одну масть данной породы. Конкур от Лесничьего 16 августа. Лесничий Юрвик Луис изучил гонки, которые можно найти в Мистфоле. И сделал шокирующий вывод. В области нет ни одного маршрута для конкура. Так что готовьте конкурных лошадей, придется много прыгать. От 23 августа ждите подработку от Алекс. Будет мини-сюжетная отвилка от основного сюжета, но некая цепочка квестов с заданиями с Алекс. Где мы будем просто ей помогать и присматривать, как бы что ни случилось, как бы во что-либо она не попалась. Ну а 30 августа агенты Фриппа. Духовные наизницы и их верные стражи наконец в полном составе. Так что пора отправиться к защитникам Айден. И встречаться с ними мы уже будем. Внимание, в библиотеке Форта Мария. Так что месяц обещает быть очень смешанным. Нам привозят новых лошадей, несколько гонок, одна мини-сюжеточка и одна уже основная сюжетная линия. Так что на этом все и обновление подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, чего больше всего вы ждете в следующем месяце. Я лично жду мустангов для того, чтобы скупить старых и приобрести какого-нибудь нового. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!